Власти планируют отремонтировать и расширить федеральную дорогу Кавказ, но незаконные постройки вдоль трассы тормозят работу. Комиссия во главе с Алибеком Алиевым объехала проблемные участки автомагистрали, на которых самовольные строения мешают реконструкции и портят весь архитектурный облик местности. Также в рамках рабочей поездки делегация побывала и в соседней Чечне, где такая же проблема уже давно успешно решается. На встрече с руководством Гудермеса обсудили, что же можно сделать, чтобы трасса приняла свой первозданный облик. Все подробности в материале наших коллег. Автозаправки, мойки, ларьки и магазины. В целях наживы предприимчивые дельцы все ближе подбираются к автомагистрали. Торговля, ремонт и мойка автомобилей ведутся прямо у дороги, а это препятствует безопасному движению машин и создает аварийные ситуации. Сооружения, расположенные вдоль дороги, построены хаотично, без соблюдения строительных и архитектурных норм, не говоря уже об эстетическом виде зданий. Более того, фактически возле каждого объекта или домовладения встречаются так называемые дикие срезы металлических барьерных ограждений. Нам сказали, второстепенную дорогу сделают уже два года и ждем. Вот сейчас горит мой дом. А жарная как заедет ко мне? Жильцы прилегающих домов, которые зачастую и оказываются нарушителями, ссылаются на отсутствие второстепенных дорог и подъездных путей. Причем вполне обоснованно. Инфраструктура местных властей, судя по всему, не волнует. Более того, все проблемы у дорожников возникают по вине муниципальных чиновников, которые продают разрешение на строительство объектов на придорожной полосе. Он начинает строить здесь. Он привлекает незаконно к нам. И мы начинаем судиться, предписание даем, и идем в суд, судимся. Суд выигрывает отчего. Почему? Не знаю. Потому что деньги дают, да? Ну, верно. 273 километра – такова протяженность отрезка федеральной дороги Кавказ, проходящей по республике. И, пожалуй, самый наглядный пример преступного отношения муниципальных администраций к федеральной собственности можно наблюдать на участке магистрали, проходящей в черте Хасавьюрта. Северная столица уже давно превратилась в один большой рынок. Поглотив всю придорожную полосу, торговля при полном попустительстве администрации города фактически перешла на проезжую часть дороги. Ваши старения какие были конкретные принятия двери? Колокола были, стучались большие двери. Большие двери тоже стучались. И что, результат какой? Обращались, писали жалобы в прокуратуру и республиканскую, и городскую, и Хасавьюртовскую. Результат сегодня такой, что ничего, ничего не акцент. Это при полном попустительстве муниципалитета, при полном, абсолютно попустительстве тех органов, правоохранительных органов, которые есть, и федеральная служба Ахадора. Эти все, все эти застройки, они не первый день, они годами стоят. И каждый день строятся и застраиваются. И теперь воевать с этими людьми вынуждены, президенты, глава республики вынуждены это делать. Потому что другого выхода нет, дороги нужно приводить в порядок. Из 3,5 тысяч объектов на федеральных дорогах республики можно на пальцах сосчитать те, что построены по согласованию с дорожным управлением. Этот факт может служить основанием для сноса любого из этих объектов, даже при наличии разрешающих документов. Навести порядок вокруг дорог непросто, но вполне реально, так же, как это сделала соседняя Чеченская республика. В рамках федеральной программы по реконструкции магистрали «Кавказ» здесь сносят все заведения, находящиеся в черте придорожной полосы. И хозяева этих объектов относятся ко всему происходящему с пониманием, что делается это все во благо жителей республики. Короче, делать федеральную трассу, правильно? Совершенно правильно. И никто этому не мешает? Никто не мешает, наоборот, идут на встречу, молчат, пихо, делают свою работу каждый гражданин. Чистые ровные дороги, свободные проезжие часы. Так называемая красная линия федеральной трассы не застроена торговыми точками. Сложно поверить, что еще десяток лет назад на чеченских дорогах творилось то же самое, что и на дагестанских. Красота, творящая вокруг, достигнута совместной работой муниципальных чиновников, дорожных и других заинтересованных служб. Об этом дагестанская делегация, чеченские коллеги рассказали на встрече, которая прошла в администрации города Гудырьмес. Когда вопрос стоит содержание строительства, каких-то дорог и придорожных полос сохранения, у нас нет там приоритета. Это твоя зона, на твоем балансе, на нашем балансе. Мы вообще стараемся как-то все это сохранять, все это делать. Чеченские коллеги поделились полезным опытом по всем интересующим дагестанскую делегацию вопросам. Но главное, отметили они, это жесткая заинтересованная в наведении порядка позиция в первую очередь всех муниципальных чиновников. Вот этот отрезок рекламы, щиты, вот это все, минимально. Вот самое серьезное, что жесткое отношение к красоте, это требования очень жесткие. Так что вот эти строения, один так, другой так, построил так, этого запрещено руководством района, естественно, запрещено руководителям республики по всей этой федеральной трассе. С тем, что визит в Чеченскую республику оказался познавательным и полезным, все как один согласились главы администрации. Много работы предстоит, конечно, и самое главное, есть у нас поддержка позиции, требования главы республики. Я думаю, что мы наведем на этом сложном участке федеральные дороги. До границы с Азербайджаном мы вот после вас на Азербайджане, дальше уже, дальше, дальше районы пойдем. Ну, мы этот вопрос, вот эти повестки дня, наверное, снимем, по-другому не получится и не даст нам, наш глава республики, потому что у нас все так стоит. Вот строить вопрос остро или-или. Вот, шатак со временем нету. Федеральные дороги – это, несомненно, лицо республики и руководство Дагестана заинтересовано в том, чтобы оно было красивым и незапятнанным. А для достижения этой цели в ближайшее время будет создано управление по контролю надзору за придорожными полосами и полосами отвода автомобильных дорог общего пользования. В рамках правого поля этот орган будет заниматься наведением законного порядка на всех федеральных дорогах республики, а все виновные будут привлекаться к ответственности.